Виктор Владимирович, вот Вы часто утверждаете, что чтобы жить не болея, а это возможно, нужно обеспечить себе качество желчи. А есть ли какие-то продукты или топ продуктов, или один какой-то основной продукт, от правильного употребления которого зависит, критично зависит качество нашей человеческой желчи? Конечно. Самым главным в этой части продуктом является жир. И в этом смысле очень важно понимать о том, что все страшилки и пугалки, которые сейчас несутся из телефонов, из утюгов, из стиральных машин, посвященных избытку жиров, посвященных коронаро-кардиосклерозу, атеросклерозу, склерозу в целом, связаны с избытками жиров. Нет. Это связано с тем, что эти избытки, условные, наших внутренних жиров, просто не перевариваются из-за слабости желчи. И очень важно в этом смысле вспомнить знаменитого польского ученого Ежи Кауфмана, который в 1929 году определил виды желчи для определенных видов жиров. Помянуя о том, что завтрак человека или день человека должен начинаться с яйца, помните знаменитое римское, древнеримское изречение об ово, начни с яйца? Вот Кауфман, он очень хорошо классировал вот эти вот вещи. Он сказал о том, что утренний жир, утренний жир, который находится у нас в желудке, очень хорошо помогает системе накопления энергии. Тот жир, который у нас находится в сале, он очень хорош для сердца и для движения организма в целом, а в частности наших сосудов. Значит, это продукт, который очень хорошо употребляет в обеденное время. И сливочное масло Кауфман отнес так называемому жиру, который помогает нашим суставам. А наши суставы очень хорошо начинают двигаться от 16 до 18 часов вечера. Вот таким вот образом Кауфман распределил вот эти вот жиры и, кстати сказать очень хорошо, это было доказано на польских солдатах, на польских жанерах, которые очень успешно принимали участие в огромном количестве экспедиций. В Африке, в Латинской Америке, польские корпусы знаменитые, которые занимались геологоразведкой, которые исследовали страны Центральной Америки, Центральной Африки. Вот как раз таки Кауфман для них очень хорошо расписал вот эти так называемые жировые распределения, которые помогали польским солдатам выживать в этих вот очень трудных зачастую условиях. Ровно так же вы можете для себя, уважаемые зрители и слушатели, сделать определенные выводы, как и что, и почему вы можете с использованием вот классификации Ежи Каукмана себе помогать с точки зрения поведения вашей желчи и с поведением, так сказать, ваших тех жиров, которые у вас в силу определенных ситуаций могут накапливаться в виде атеросклеротических бляшек, вызывая те или иные осложнения, которые мы относим ко всем практически видам сосудистых нарушений. О многих других продуктах, которые могут способствовать улучшению обмена веществ, вашему качеству метаболизму, мы поговорим на нашем ближайшем профессорском вебинаре, ссылочку вы найдете на него в описании под этим видео. Приходите, милости просим, задавайте вопросы, разберемся вместе с вами, какие еще продукты нормализуют качество желчи в организме. Выполним специальный комплекс упражнений, которые этому способствуют и расскажем вам о схемах фитокоррекции, настройке обмена веществ и защиты ваших сосудов. И еще несколько слов память о моем великом деде. Он любил говорить о том, что настоящее яичко должно пахнуть курочкой, на настоящем сальце должны быть следы щетинки, извините, а настоящее сливочное масло должно пахнуть немножко коробкой. Будьте здоровы! Продолжение следует...